Ну а наш музей снова ждет пополнения. Аня, что ты нам принесла? Я принесла такую замечательную свинку. Мне хочется, чтобы в жизни было побольше танцев. Пусть вы не танцоры, не танцовщики, да? Но такое вот танцевальное весеннее, немножко такое, ну не свинячее, нет. А такое нежное, миленькое настроение. Пускай она будет не только у нас, но и у вас, и у всех, у всех, у всех на земле. Настоящий хореограф, настоящий постановщик танцев всегда может сказать, на что способен человек, а на что нет. Ну так вот, пришел так и так, ты бренданс не будешь танцевать, тебе только болезнь. Нет, неправда. Иногда раскрываются люди на протяжении года. У тебя есть 30 секунд, чтобы определить, в каком танце, удадимся мы с Кириллом. Давайте, может, танго. Мне нравится танго. Я знаю один танец, который у нас идеально получится. Так, танго, ты бы еще сказал бы Фокстрот, я не знаю. Ну, Фокстрот. Фу, пу, 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 пу. Лида, давай наш любимый танец. Итак, танец маленьких утят. Тара, 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 тара. И пока, на шоке пошли писать программу. И снова о льготах диабетиками, скандале в Роскосмосе и успешных женщинах. О чем говорит город, говорим и мы обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события последних дней. В эфире соседский Wi-Fi в студии Кирилл Васенин. Элли Дежу Лаевна. Здрасте, здрасте. Подключаемся. Музыка, Саня. На прошлой неделе нас покинул... Кит Флинт. Да, для тех, кто не знает, Кит Флинт это тот самый потажный фронтмен группы The Prodigy. И они отменили свой тур, все концерты и так далее. Говорят, что не вынес разлуки со своей бывшей женой. Суицид. Да, суицид, что нашли в своем доме. Вот еще Шекспир писал о женщине, вам имя вероломство. Да, я вообще считаю, что все в мире происходит из-за женщин. И хорошие, ну, собственно, и плохие. Ну, это прям вот Продиджи, моя молодость. Я удивился, точнее, прочитал такое, что кто-то пишет такое, ооо, это моя там молодость. И второй сразу комментарий в ниже пишет, кто эти люди. Мир Девитра просто разделен на две части. Для кого-то Продиджи это... Целая эпоха. Целая эпоха, да, да, целая жизнь. Начало, конца 90-х, начало нулевых, когда Смейк Мой Бейчуп и все прочие главные треки, Вудо Пипл и все прочее. А для кого-то это уже такая история, которая... Кто это, да. Кто и не знает, кто это такие. Господи, а если мы им скажем, кто такой Егор Лето? Все, люди терялись. Продолжаются разговоры вокруг льгот диабетикам. Как ты помнишь, вот это вот 232-е постановление, о котором знают уже все, даже, мне кажется, и кошки, и собаки в нашем городе, из-за которого отменили кучу всяких льгот. Вот эти льготы, их вначале, ты помнишь, сохранили, потом их отменили. Но все-таки вновь вернули. Не в той форме, в какой они были раньше, не в денежной. Да, к нам на прошлой неделе приезжали представители регионального Минздрава, начальник отдела лекарственного обеспечения Наталья Чекурова, обсуждали проблемы этих льгот и пришли к следующему решению. При поддержке, опять-таки, регионального бюджета диабетики будут получать натуры, что называется, свои льготы. То есть, тест-полоски им будут выписывать рецепт на бесплатные тест-полоски. Они с этим рецептом на бесплатные тест-полоски и расходники на помпы будут приходить в аптеку и получать необходимые препараты. Ну, мне кажется, это не самый дурный вариант. Не самый дурной, но речь идет только об отечественных тест-полосках. Кто пользовался импортными, придется, видимо, менять глюкометры. И что касается расходников для помп, их будут получать бесплатно только дети. Взрослым все-таки придется платить. Это такой препарат, который автоматически впрыскивает инсулин в кровь. То есть, есть люди, которые сами подкалывают, а есть, которые на этих помпах сидят. Спасибо огромное тем, кто такие решения принял. Хоть и в такой форме. Опять-таки, не самый дурный вариант, что отечественного производителя хоть как-то... Поддержим отечественного производителя. Да, вернули вверх. Надеюсь, что и качество производимого товара пойдет вместе с этим вверх. Было бы неплохо. И вот, кстати, об отечественном и хорошем. Следишь ли ты за универсиадой? Конечно! Друзья, кто не знает, в Красноярске на данный момент, на момент записи программы и выхода ее в эфир, идет универсиада. Это то же самое, что Олимпиада, только для студенческих команд, грубо говоря, для молодых юниоров, скажем так. То, что там делают наши молодые спортсмены, это просто какой-то взрыв мозга. Давай, поставим Даней, сколько там медалей? Я не буду озвучивать, Кирилл, потому что я боюсь, что вот за те несколько дней, которые пройдут до выхода в эфир, эта цифра, она удвоится или даже утроится. Но вот сейчас порядка 60, скажем так, медалей в нашей копилке. Это в несколько раз больше, чем вообще всего медалей. Ну да. Все остальные команды получили медали. Ну, кстати говоря, на этом универсиаде, кстати говоря, два представителя Сарова есть. Это Лена Севцова и Павел Медведев, который играет за... Хоккеист. Да, хоккеист, который играет за Нью-Йоркскую сборную страны. Ну и Лена Севцова, наш главный волонтер, наверное, в Сарове, который ездит везде и всегда рассказывает, как это круто. Случай, который я просто на ту неделю хохотал в голос. Ну-ка, ну-ка. Прямо откровенно. Ну, ты знаешь, что универсиады попроще, чем Олимпиады, и, соответственно, служба безопасности там тоже попроще. Ну, понятно, да. Потому что, ну, как бы, известно спортсменов ровно ноль, как бы все только взрастают. Так вот, прошел, значит, в рамках универсиады прошел хоккейный матч между командами Канады и Великобритании. После чего, когда от канадских хоккеистов уходили к себе в раздевалку, честно говоря, я не уточнял, с каким счетом закончилась игра, и всем махали руками на трибунах. Один из российских болельщиков махал-махал рукой, и один из хоккеистов махал клюшкой, после чего российский хоккеист схватил клюшку. Российский болельщик. А-а-а, упер клюшка, клюшка. Самое смешное. И так на видео видно, как хоккеист такой, типа, вообще не понял, что произошло. Что-то, да. И как написано в комментариях под эту новость, что через некоторое время эта клюшка появилась на одном из сайтов по продаже всяких разных вещей, стоимость 40 тысяч рублей. Отбил поездку на универсиаду, пацан, молодец. Как минимум, билет на хоккей точно отработал. И мне кажется, что создал прецедент. Держитесь за клюшки, господа. Да, на самом деле, чтобы мы же не можем поддерживать деструктивные действия. Русскую смекалку мы не можем поддерживать? Русскую смекалку мы можем поддерживать, а вот деструктивные всякие движения в сторону иностранных хоккеистов надо бы. Ну, Кирюш, ну клюшки, согласись, одноразовые они. Ну, раз-два на поле вышел, ну все, она уже не годится. Да, да, друзья, разбирай на сувениры! Клюшки! Универсиаду! Кстати, у нас есть клюшка, помнишь, нам подарили? Да, у нас есть свайка, у нас есть еще и шайба, у нас чего только нет. Но мы это продавать не будем, потому что это дорого нам, как память. Мы скоро, друзья, начнем, еще пару месяцев будет выходить наша программа в эфире, и мы сможем вводить экскурсии в своем музее, рассказывать, кто когда к нам приходил, кто чего дарил. Кстати, записывайтесь на экскурсию. Всего 30 рублей билет. Предложение не является публичной опертой. Да, предложение не является публичной опертой, проводит директор. Саров опять оказался в центре глобального скандала. Ну как Саров? Один из наших саровчан. А, да, рассказывай. Роскосмос, Роскосмос уволил руководителя отдела, сравнившего хрущевки со скотобазой. Это некто Станислав Жарков. На странице в Фейсбуке у него написано, что он некогда работал во ВНИЭФе, и так как эта новость активно массируется в том числе и в саровских соцсетях, да, действительно, это человек наш внеэфовский, саровский. И вот в последнее время трудился он в Роскосмосе у себя в Фейсбуке. В дискуссии, в которой обсуждали реновацию, он высказался на тему того, что дома прекрасны, но если в них переедут люди из хрущевок, они, в общем-то, все эти дома загадят. Ну, я так думаю, знаешь, мне кажется, что, наверное, в такие дома, в новые, в хорошие, надо заселять только таких, как вот этот вот гражданин, ну, чтобы в скотобазу не превратить. Ну, смотри, там, прям процитирую его, в ответ на комментарий вот его высказывание насчет того, что новые дома будут загажены, он ответил, что ты какая категория скотобазы из хрущевки бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу? А потом, когда извинялся, он сказал, что я тоже живу в хрущевке и устал от бытовых проблем. Я хочу сказать, что не хочу давать оценку этому человеку и его высказываниям, потому что все-таки топ-менеджеры, они должны следить, что значит, фильтровать базар, что называется. Но, тем не менее, я не усмотрела в его словах оскорбления всех жителей хрущевки. Мне кажется, что речь шла именно о тех категориях граждан, которые там бухают, колются и ведут себя неприлично. Просто проблема в том, что... Такие есть и в хрущевках, и в панельках, и в новых домах, они есть везде. Просто хрущевка, наверное, самое популярное жилье, оставшееся от советского периода по всей стране. То есть это было типовое жилье, строили везде. И по большому счету, как мне, моя первая реакция, что человек просто взял и помазал всех одним цветом, всех тех, кто живет в этих хрущевках, много-много лет. Ну, так получилось, что не каждый из нас имеет деньги на новую квартиру. Мне кажется, что все-таки он говорил не про всех, а вот про конкретных деструктивных элементах, проживающих в хрущевках. У меня, я вот живу примерно в таком же доме, у меня очень старый дом, и у меня замечательный притон в соседнем подъезде. Вот видишь, вот видишь, о чем и речь. Ну, это же отдельная квартира, там в этом же подъезде Каждой хрущевке, да, в каждой хрущевке есть какой-то притон, вот мне кажется, и не только хрущевка. Мне кажется, вообще, хрущевка без притона, это слишком какой-то новый дом. Да-да-да. Слишком какой-то подозрительный. И мне кажется, что речь в его словах была об этой категории граждан, и мне кажется, что такая мера наказания, как увольнять человека за это, ну, чиновники иного ранга, более социально значимого, и похлеще выражаются, как ты знаешь. Я думаю, что именно потому, из-за того же самого, о чем я говорю, что просто всех разум, если бы он сказал, что да, там все в хрущевках разные люди живут, но вот есть прям откровенно из Катабана, вот если бы так было поставить вопрос, вопросов бы не было. То это опять, да, конфликт терминологии. Человек имел в виду одно, но вот так сформулировал, что люди увидели другое. Вопросы формулировки. Кирилл, главный же праздник прошлой недели какой для сделать этот праздник праздником, а девчонкам приятно. Главное в этот момент, чтобы девчонки не забывали, что все это держится только на том, что эта игра ведется с двух сторон. То есть одни играют в то, что надо сделать приятнее, вторые играют в то, что им приятно. На самом деле Приятно дарить подарки, приятно дарить цветы Вот premièrement, что цветы Такой себе подарок Отличный подарок Я тебе хочу сказать Цветы это такой подарок, который нужно дарить Не только на 8 марта Цветы должны дариться без повода Вот просто без повода Пришел домой, дорогая, я тебя люблю Где накосячил скотина Вот самая проблема подарков цветы Это в том, что когда ты их приносишь Так и от чистого сердца Сразу возникает вопрос ты походу накосячил мне супруг так часто дарит цветы что я не подозреваю его в том что он накосячил он просто делает это чистый от чистого сердца а если года принес это конечно конечно если это обесценивает сам факт нет подарка нет неправда кирилл если бы ты был девочкой ты бы меня понимал девочки ведь вы меня понимаете они просто жмот цветы зажал я я куплю лучше есть сковородку пусть радует сковородку надо я в восторге таких подарков на самом деле нет я я знаю я тебе подарю сковородочку надо 8 марта спасибо есть у меня один товарищ у него день рождения 8 марта и у меня тоже есть такой товарищ и мы каждый раз когда поздравим воздействие рождения мы обязательно мы говорим с международным женским днем тебя мужчина он говорит вы уроды и вас не люблю такими мальчиками можно знаешь всегда когда говорят с праздником таки тянет ответить вас также в общем теме 8 марта минтрут рассказал в каких сферах руководят женщины женщины чаще чем мужчины занимает руководящие посты в сфере администрирования гостиничного и отельного бизнеса а также в корпоративном секторе такие данные озвучили в министерстве труда и социальной защиты россии как ты думаешь вообще женщина руководитель это норм или не я за полное равноправие заполнишь а под за всем чтобы равны были и права и обязанности туда же чтобы не было вот это вот у меня сегодня девочка можно ты за меня что-нибудь сделает а завтра я же руководителем и жена равных это сейчас про меня что да нет конечно ты в большей степени девочки я здесь руководитель но принеси мне кресло да 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 принеси кресле чко пожалуйста оно такое тяжелое да 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 вообще кто лучше руководитель мужчина или женщина я думаю давай спросим у саровчан интересное мнение давай кто лучший начальник мужчины или женщина ну я думаю мужчина а почему на мой взгляд все-таки как бы он строгий должен быть серьезный женщина все рукам бы мягкотелые я считаю что все должны быть равноправными муж женщина она помягче мужчина как-то все равно мужчины должен быть мужчины командовать мужчина почему потому что мужчина может поймет все мужчина ну мне довелось работать под началом мужчины в общем-то и под началом женщина впечатление от мужчины меня лучше главное деловые качества женщина почему но у меня просто руководители всего для женщины очень хорошие люди а на самом деле я считаю что неважно мужчина или женщина главное чтобы человек был порядочный и очень хороший и главное чтобы уважал свой коллектив ну и конечно премию дала мне кажется что все-таки лучше мужчина начальник чему ну мужчину как-то собранней и он может ну контролировать людьми у женщины все-таки даже нашем обществе женщину меньше слушать чем мужчина к сожалению все хороши мужчина скажите почему ну как бы он более на работе заинтересован как-то болит а женщины все-таки есть больше семья отвлекает поэтому и как бы сказать эти все мужчины как-то женщина больше дома а мужчина пусть на работе вообще я считаю что у меня начальство самое лучшее вопрос почему да потому что а к нашему соседскому вай-фаю подключается хореограф постановщик анна козловская они привет привет бобрый день и лючайся к нашему как напряженный давай для того чтобы тебя подключение к вайфаю прошло замечательно придумали для тебя специальный пароль называется задоринка задоринки задоринка она же одна здесь молит они с нами я так смотрю сразу видно хореографов они всегда спинку держит так хочется до кирилл выпрямиться живой втянуть хорошо выпрямился сейчас мне так хорошо мы так как у нас на прошлой неделе состоялось 8 марта мы хотим поговорить о женщинах для меня в моей картине мира хореограф вот этого воплощения женственности мы когда с кириллом говорили а давай мы какую-нибудь вот прямо девочку девочку пригласим кто это может быть он говорит они козловской вот для тебя тебя короче понимаешь продюсер главное нужном направлении тебе нужен продюсер кстати кирилл готов на родился на пол ставочки сейчас все видят как я брошками здесь играю ладно общем они же что для тебя черты женственности характеристики женственности это что кто такая женственная женщина да ну для меня в первую очередь это наверное какая-то женская утонченность да какая-то силуэтность но осанка в первую очередь потому что да как бы без нее без нее моей профессии никуда это какая-то внутренняя такая магия внутренняя женская сила красота грация вот как-то так любовь к себе к окружающему миру наверно наверно как-то так вот это говоришь мягко любовь к миру гармония женственность но при этом ты руководитель ты руководителя сильный жара ты воспитываешь девочки если вы ты с ними вот так вот будешь наверное тебя слушаться не будут и был раз у нее на репетиции вот это как женственности соотносится да как в тебе совмещаются две эти вот женственности у такой хороший руководительский такой опыт но у меня наверное выключает когда я захожу перехожу порог танц-класса одеваю форму я дома я повседневной жизни я на работе то наверное три разных я бывают шизофреники в про да 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 но вот наверное мы все хореографы дома стараешься быть больше конечно мамой потому что ребенок не видит ночам давай смотри на мать смотри на мать за будешь да ну иногда по выходным конечно ну как потому что ребенку не ходит южи коллектива до 3 раза в неделю как минимум то есть ты дома с ним мама на репетиции он получает также как и все ну я я стараюсь как-то не его не выделять потому что я сама 11 лет не знала что такое папа у меня был владимир григорьевич вот как-то меток 7 лет приучили и даже вот дома иногда идешь там владимир очень ой блин папа привыкать надо объяснить может быть не все смотрели актуально интервью с тобой что он папа достаточно известный известный человек украине до известных хореографы районе вместе постановщик и вот 11 лет я танцевала его коллективе и конечно вот может быть это стало вот примером моделью до моего поведения с моим сыном вот мне хочется чтобы он меня воспринимал не как там мамой можно побаловаться и мама там меня любит все-таки как вот мама это сейчас руководитель то что на моей семье было так вот у меня я и младший брат у нас как-то вот не было там ну папочка там папа у нас как-то был владимир григорьевич а у меня были знакомые но правда в обычной школе у которых мамы папы работали в школе учителями и даже директором одна мама работала и они всегда ну как-то так переживали за это потому что или были ситуации когда им попадало больше всех или обратной ситуации когда мама папа дает поблажку попадает опять от коллектива вот где-то грань мне попадала всю жизнь вот не поверите я у папы на танцы и было самая маленькая была самая худенькая и как бы постоянно когда он заходил в танц-класс что-то происходило со мной не обязательно засовывали за станок вот так просто была самая гибкая но маленькая и наверное ну ребятам у нас был большой коллектив и парни и девушки и вот им было интересно пролезу я между станком и стирка или нет его постоянно я там каких-то позициях в общем они меня как-то туда вот засуну открывается дверь и и дочь руководителя попой кверху висит вот так и вот постоянно меня три раза выгоняли вот ни за что так давай прожди стоп давай вернем вот как у меня вот так вот я конечно стараюсь мне его жалко я как бы жалею делаю дай ему замечание когда он где-то там косячит где-то чуть не дотягивает ну но как-то у меня больше моя работа она работает ну принцип моей работы до на коллективизм то есть если накосячили то не там не ты а все то есть такого нет что этому кого-то выделяю и из-за тебя и все давай тебя спать я всегда говорю что девчонки там ребята мы один коллектив и давайте как-то с этой проблемой справимся коллективно я не так все кивает им это нравится и они вот еще такой вопрос а на твой взгляд танцы это женское или мужское дело потому что ну не секрет есть такой стереотип мальчиков не очень любит отдавать танцы не мужское это дело если пошел в танцы то неправда неправда я так не соглашусь и искусство не знает пола да то есть нет танцев только там в танцев девочки или мальчики ну я так считаю например наверное семьи у меня младший брат артист балета очень красиво сложенный юноша с прекрасной фигурой все нормально него с ориентации или слава богу сейчас танцуют все по всему миру и слава богу танцы они с каждым днем годом набирает популярность во всем мире вопрос что танцевать я согласна если ну хотя есть прекрасные мировые исполнители которые танцуют на каблуках мужчины да и они все такие накаченные они выходят на каблуках это сна кириллу ты важнее я же говорю что если он говорит на каблуки вы не стал у него что сил нет она у меня мне кажется был какой-то квинский опыт что-то как это в какой-то постановке было кирилл следующий программ ну почему нет ну это красиво если это красиво оформлено если это мужчина с хорошей академической базой если он это делает все филигранное и это красиво эстетично почему нет он же не ходит в жизни так кстати есть мнение почему опять-таки женщин больше в танцах потому что танцы это не только искусство это пахота пахота еще раз пахота очень многих мальчиков просто не хватает характера и терпения чтобы танцевать да так даже у нюши есть до танцы на стеклах танцы не для слабых поэтому у фадеева она перепела вот но я в ее исполнении слой слышала я отмазалась мне очень нравится эта песня как-то меня там была еще задумка на нее когда-то ну правда вот я просто помню свой коллектив когда мы стояли у станка занимаясь классикой у нас иногда было что пацаны плакали потому что это тяжело это очень тяжело они некоторые не выдерживали хотя но мы занимались больше народной хореографией танцевали танцы и русские еврейские цыганские грузинские украинские белорусские ну вот у нас больше коллектив народный и конечно когда шла это вот рукава я техника не имея форму не имея мышцы ну ты не сделаешь я все поняла на то я поняла куда этот стереотип что в танцы идут только женоподобные мужчины потому что мужчины придумали для себя отмазку им не хватает силы воли и характера чтобы танцевать и они придумали что не мужское это дело танцевать вот так немножко похвастаюсь мы работаем сейчас заслуженным руководителем ансамбля ракета это заслуженный ансамбль российской федерации думаешь про хоккейную команду нет нет это просто педагога котором я мечтала о котором я даже не мечтала когда мы с ним познакомились на фестивале который под его гиды проводился я просто вот как-то так подумала что было бы наверное когда-то очень прекрасно с ним поработать и сейчас он к нам приезжает он ставит постановки от которых просто там но я не буду много говорить где увидим в театре когда 17 апреля у нас будет большой отчетный концерт там будут и задоринки аллегра и мы вот сейчас это все учим но это просто вот знаете такое что-то я не знаю что такое светлое и так рада что он приехал что он обратил на наш коллектив внимание где заслуженный коллектив и где мы конечно между нами между нами минимум todes ты какая-то шутюшка танцевальность ну так да в народе вот поэтому это вообще для меня вот какое-то такое вот весна у меня наступило воскресенье когда он приехал и мы начали учить кое-что не скажу что что мы увидим 17 апреля это круто любите добавить в чай или кофе пару кубиков сахара будьте осторожны в одной известной торговой сети взялись активно бороться со сладкоежками на днях жительница чмени приобрела коробку сахара рафинада а внутри сюрприз камни и буклет супермаркета по словам покупательницы на упаковке не было следов повреждений но с обратной стороны она была помечена крестиком женщина такой наглости не стерпела и вернула сахар в магазин как оказалось она не первое кому не повезло а вот роспотребнадзор кстати пока никого не проверяет потому что официальных обращений ведомства не поступало эпидемия ожирения великобритании докатилась и до вооруженных сил сообщает комсомолка на эту проблему уже обратили внимание в палате лордов и выдвинули несколько предложений чтобы оставить за полными военнослужащими их места к примеру увеличить кресло для пилотов и диаметр люков субмарин чтобы пухляши могли в них протиснуться в эфире популярного телеканала news 1 маркиева виталий кличко дал интервью которые не скоро забудут те у кого есть проблемы со здоровьем политик попытался рассказать о прогрессе страны в области медицины но запутался в цифрах если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек то теперь каждый второй это очень важно мы поднимаем уровень мы спасаем жизни объяснил кличко слушавший мэра ведущий и глазом не моргнул на протяжении всего ответа политика журналист сохранял более чем суровое выражение лица ну что ж как говорится сегодня в завтрашний день не все могут смотреть вернее смотреть могут не только лишь все мало кто может это делать тебе достается одна из самых пожалуй сложных игр которые мы играем в нашей программе она называется дай мне имя я читаю только имя человека ты говоришь мне какую любую ассоциацию которую можно ассоциацию вообще любой хоть прилагательный скажи без разницы хоть глагол я дочитываю фамилию на первом примере попробуем а потом том харди бен афлик женщины берись человек давай сейчас я серьезно поехали пузы как джеральд джеральд воробей батлер крис попкорн поехали дальше крис попкорн поехали нет это не пару еще один крис металл эванс но нормально кстати попал младен вы пилл сахар смит треснековый да он сахарочек такой паста и глиссиас кайф ченинг рюкзак тату роберт лимон дауни матши закончили ну и фоточку кирилл давай бак ну а на этом все женщины оставайтесь женщинами мужчины будьте мужчинами увидимся ровно через неделю пока пока всем счастливо